Ас-саляму алейкум и рахматуллахи и буракату. Мир вам, милость Аллаха и его благословения. Дорогие братья и сестры, тема сегодняшней проповеди – человечность исламской цивилизации. Что наш господин пророк Мухаммад, его раб и посланник, да благословит Аллах пророка Мухаммада, его семейства, высокочетимых и многовозгимых сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до судного дня. А затем, ислам создал такую цивилизацию, которая достигла пика своего совершенства при помощи общечеловеческих ценностей и проложила человечеству путь к любви, братству, справедливости и равенства. С помощью этической и культурной системы, которая объединяет, а не разделяет, строит, а не разрушает, с целью обеспечить безопасность, мир и благополучие всем людям. Исламская цивилизация подчерпнула свои человеческие ценности из священного Корана и Суни пророка Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха, ибо они полны великих человеческих ценностей. Всевышний Аллах говорит О люди, воистину, мы создали вас из мужчин и женщин, и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и сами почитаемые перед Аллахом среди вас наиболее богобоязненны. Воистину, Аллах, знающий, ведающий. Так, человек занимает почетное место, ибо сам Аллах почтили его, независимо от его раси, цвета кожи или религии. Всевышний Аллах говорит Мы почтили сынов Адама. Посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, тоже сказал Вы же потомки Адама, а Адам создан из земли. А также, как-то раз мимо пророка Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха, пронесли похоронные насильки, и при виде насилок он встал. Люди сказали, что это похороны иудея. Тогда он, мир ему и благословения Аллаха, сказал Разве это не человек? К признакам человечества, человеченности, исламской цивилизации, относится тот факт, что она прямо и откровенно заложила принцип свободы веры и выполнения ритуалов, обеспечивает защиту всех мест от правления култа и отказывает все формы принуждений и терроризма. В священном коране говорится Если бы твой господ пожелал, то уверовал ли бы в секту на земле, разве это стал бы принуждать людей обратиться в верующих. К наиболее важным общечеловеческим аспектам исламской цивилизации относятся состраданием к слабым, уважением к пожилым и обеспечением людям с особыми потребностями их права, их прав без ущерба. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, поведал Поистине, Аллах дарует победу этой общине через слабых в ней, благодаря их мольбе, намазу и искренности. Пасанник Аллаха, да благословите его Аллах, приветствует, так же изрек, не из вас тот, кто не заботится о младших и не уважает старших. Рассказывается, что Омар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах, нашел пожилого мужчину из людей Писания, просящего милостыню. Поэтому Омар сказал ему, мы не поступили с тобой справедливо, взяв у тебя, когда ты был молод, и оставив тебя в старости. Затем Омар назначили ему регулярную пенсию из государственной казни Байт-Уль-Маль. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, так же сказал, милосердных помилует милости, проявляйте милосердие к тем, кто на земле, и помилует вас тот, кто в небесах. Вот что я хотел вам сообщить, я прошу Аллаха прощения и для меня, и для вас. Хвала Аллаху Господу миру, в мире благословения Последнему изо всех пророков и посланников, нашему господину Мухаммаду, его семье, сподвижникам и всеми, кто наилучшим образом последовал за ним вплоть до Судного дня. Дорогие единоверцы, человечество исламской цивилизации не ограничено обращением к людям, а скорее нацелено на взаимоотношения человека с животными. Тут наиболее подходящим доказательством считается следующий пророческий хадис. Как-то раз пророк Мухаммад, да благословите его Аллах, приветствует, защёл в рощу, принадлежавшую одному из ансаров, и неожиданно увидел там верблюда. Когда же верблюда увидел пророка, да благословите его Аллах, приветствует, он стал подавать голос, а глаза его наполнились слезами. Тогда пророк, да благословите его Аллах, приветствует, подошёл к нему, погладил его по горбу и по голове, и он испокоился. Затем пророк, да благословите его Аллах, приветствует, стал спрашивать, кто хозяин этого верблюда, кому принадлежит этот верблюд. Тогда к нему подошёл один юноша из числа ансаров и сказал, «О мой, о посланник Аллаха, пророк, да благословите его Аллах, приветствует, воскликнул, так неужели же, владея этим животным, ты не боишься Аллаха, который сделал его подвластным тебе? Поистине, оно жалуется на то, что ты моришь его голодом и изнуряешь непосильным трудом». Кроме этого, Абдулла, да будет довольный им Аллах, передаёт, «Однажды, когда мы вместе с посланником Аллаха, мир ему благословение Аллаха, были в пути, он удалился по своей надобности, а мы увидели птицу с двумя птенцами, и мы взяли её птенцов, а эта птица приблизилась к нам и стала летать вокруг, хлопая крыльями». Вернувшись, пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, спросил, «Кто заставил страдать эту птицу, забрав у неё птенцов? Верните ей птенцов». Человечеству же нужно осуществить такие принципы и общечеловеческие ценности, которыми отличалась и пока ещё отличается наша исламская цивилизация на протяжении всей истории. Ва Аллах! Даруй Египту и всем странам мира процветание и щедрый достаток. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok